Доброе утро, дорогие друзья, и утро действительно доброе, если оно начинается с футбола, тем более с участием команд Родина М и парня ННН Нижний Новгород. Очевидные матчи в рамках подготовки к старту нового сезона, как в случае парень ННН, по обновлению в РПЛ Дубай, которому как раз в РПЛ Дубай уже лучше знакомы, нежели его партнеров, поскольку он проходил в составе команды Родины 2, чтобы обозначить разницу в классе, разницу между лигами, вот видим мы этот опасный момент, здесь Валерий Цирикян угрожал воротам Родины М, которые защищает Никита Павлов, 85 номером весь февраль, весь месяц. Второго сбора, здесь команда проведет, но в то время атакуют у нас пари ННН, и вот так практически чуть ли не пешком. Команда очень уверенно владела мячом внутри штрафной площади, и здесь прежде всего вопросы к обороне Родины М. В этой ситуации Трошечкин. Следует подача на дальнюю штангу, удар и счет в этой игре открыт. Это указывает главный арбитр на центр поля. После подачи Николая Калинского, вот так в противоход он дал киперу Варганову, отправил в притирку со штангой. Вадима Лукьянова, удар издали, как раз сейчас он вступает в эту игру. Демонстрирует то, как раз под рассказы о том, как проводил пари ННН. В следующей порединке мы возвращаемся, но атакует при этом Родина. Михаил Харлан на Даниила Борисова адресует передачу в центр, и атака заканчивается голом. Вот в наше недолгие отсутствие Данил Борисов успел появиться на поле. И более того, практически первыми своим касанием отправляет мяч в сетку ворот команды пари Нижненовгорода в 2024 году. Атакует Родина М, и Борисов находился в ударной позиции. Здесь, возможно, будет удар, бьет в ближний угол Бирюков. Сейчас на встречных курсах у нас происходит входящее на поле. Без центра поле играет команда, атакующий яркий футбол. И здесь Матвей Киселев, мне кажется, носил этот удар. Легко владением. Да, ворот соперника, доходит атака, и прекрасно здесь было разыграно. Зе Турбо отправляет в мяч в ворота. Но, мне кажется, был ранее свисток. Да, главный арбитр матча, офсайд, мешал в этой ситуации отличиться Нижненовгорода во второй раз. Пустые ворота были перед Зе Турбо. Все сделали партнеры Дмитрий Живоглядов. Ну, еще дважды в Кубке России. Принимал участие в этих играх. Опасно, опасно. Здесь внутри штрафной площади мечется мяч. Как раз его действий. Здесь очень смело пошел в обводку 80-й номер. Это Валерий Цирюкян. Атакует, атакует парей НН. И видим то, что все постепенно возвращается. Та картина происходящая, что мы видели на поле до перерыва. Сейчас полностью контроль происходящего на поле. И закончить при равном результате. 1-1. В первом тайме сильнее оказались подопечные Сергея Юрано. Отличился у нас Артем Варганов. Но Данил Борисов во втором тайме сравнял счет. И именно с таким результатом заканчивается наш поединок. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что смотрели этот матч вместе с нами. Продолжение следует...